Привет, друзья! Хотел спросить у вас совета, как же мне поступить со страйком, который я кинул на канал более популярный, чем свой, за использование моего видео. Причем неоднократное использование, без каких-либо ссылок и с искажением информации. Как было дело? Рассказываю. Летом этого года я опубликовал у себя на канале ролик, который сейчас набрал почти миллион просмотров. Называется он «Люди уже звереют от беспредела чиновников». Один из популярных роликов на моем канале. И через буквально день или полтора мне присылают один из моих читателей ссылку на канал, который называется аудио статьи 250 тысяч подписчиков, на котором размещено мое видео. Оно полностью от начала до конца не по хронометражу, а само содержание опубликованного ролика на этом канале, оно состоит из моего ролика. Оно просто чуть короче. Человек его сделал короче и переозвучил. То есть наложил свой дикторский голос, так скажем, пересказ этой новости. В описании к ролику ссылку он не дал. Оно это как бы простительно. Он сказал в самом ролике, что подписывайтесь на Андрея Трофимова или что-то вроде этого. Но саму новость он слегка исказил. Придал ей такой чуть более скандальный оттенок и немного сместил акценты. Я не стал заморачиваться, потому что у меня много есть своей какой-то работы. Меня не просили как-то что-то объяснять именно этот человек. Если бы он написал бы мне, Андрей, расскажи, что и как, я бы ему, может быть, и помог. Но человек сделал себе контент. Я посмотрел, у него так, в принципе, полистал содержание. Он, видимо, так делает. Берет какую-то новость и просто ее пересказывает, не ссылаясь, не делая гиперссылку. Причем в описании ссылок полно на какие-то рекламируемые, видимо, каналы, группы и там еще что-то. Но не суть. Проходит еще какое-то время, я выпускаю продолжение этой истории. Бились и добились. Вот. Просмотров немножко меньше, там 267 тысяч. Вот. И тут же мне кидают ссылку, значит, опять у чувака. Он взял, перезалил опять мой видос, сделал его короче и переозвучил, но переначал многие вещи. То есть в моем ролике депутат, значит, Госдумы, которого нам удалось привлечь к решению этой проблемы, значит, у меня он помог решить людям проблему. Там он как бы вроде как их обманул, да. Там какие-то придумки пошли. Я думаю, ладно, опять посмотрел, ссылок нету, ничего нету. Думаю, ну ладно, не буду, некогда мне вообще на это обращать внимание, там, жаловаться или там что-то выяснять. Думаю, фиг с ним вообще, пусть что хотят, то и делают. Я обычно кидаю страйки или жалуюсь, требую удалить те ролики, которые просто-просто плагиатят. Просто кто-то скачал и залил, да, к себе, и Ютуб сразу же удаляет, да. А здесь чувак, ну, как бы переозвучил, да, ну, что-то как-то на свою аудиторию как-то, ну, донес информацию, да, там, пусть в искаженном виде, но вроде как помог ее распространить. Окей. Дальше больше. Совсем недавно я выпускаю ролик, значит, вот, блатные нагнут целый микрорайон. 200 тысяч просмотров, вот, 5 дней назад у меня вышел. Что вы думаете? Чел выпускает продолжение. Он, значит, скомпилировал, значит, связал вот это, эту историю, из-за того, что там похожие люди, точнее, люди одни и те же, но, как бы, проблемы у них разные, но он их увязал в одну, что это одна проблема. Придумал, что это вся проблема именно из-за того депутата, который помог решить предыдущую проблему. И все это опять без ссылки, опять с каким-то, с каким-то ужасным, значит, смещением акцентов. Ну, то есть там не только депутат, как бы, виноват, там еще и виновата какая-то управляющая компания, вот, в его версии. Хотя, на самом деле, управляющие компании, и ТСЖ, и ЖСК, они сами пострадавшие, и сами жалуются на, значит, управляющих, на владельцев котельной. То есть, на самом деле, виновата котельная, как бы, там управляющие компании, в моем ролике, они отстаивают интересы людей, да, добиваются, чтобы людям не выставлять по нормативу, не выставлять больше денег, чтобы они не заплатили жители, а судиться с владельцами котельной, чтобы меньше было, да, то есть, они вместо 7 требуемых миллионов только 3 заплатили, судом это заселили, как бы, сэкономили для жителей управляющей компании 4 миллиона. А чувак пишет, что управляющая компания, козлы, как бы, негодяи, как бы, вот, они обдирают народ. Блин, мне это стало настолько, как бы, вот, знаете, неприятно, не из-за того, что я за управляющую компанию, которую я первый раз в этом ролике, там, в том ролике упомянул и снял. Да, она какая-то новая, свежая, там, значит, обслуживает, там, 4 или 5 домов, каких-то вот только построившихся, да, вот. А потому, что это, значит, это всё бьёт имиджево по, вообще, по самому занятию таким вот новостным контентом, новостным блогерством. То есть, понятное дело, что та аудитория, которая не знает сути вопроса, она, как бы, проглотит это и, как бы, воспримет, как даже за какую-то журналистскую работу, за какой-то новостной контент действительно полезный. Ну, люди, которые, например, мои, моя аудитория, которая в курсе дела, она посмотрит и просто блеванёт от этого, потому что, ну, это реально шлак, это фейк-ньюс, это, ну, не знаю, это хуже какой-то пропаганды, это просто... Это действительно разрушение того доверия, которое вот ты по крупицам собираешь. Причём чувак использовал в названиях своих роликов, своего ролика, там, мою фамилию, например, да, там, написано вон, не знаю, вот. Пять тысяч человек грозятся перекрыть трассу Подмосковья-Сергиев-Пасадж-ЖКХ-Мафия-Пахомов-Трофимов. Значит, я просто решил, я направил жалобу на Ютуб, то, что во всём ролике, вот, он использован полностью, он состоит полностью из моего видео. Вот, стоит плашка, чувак ничего не поменял, как бы ничего не добавил, не убавил, вот, кроме своей вот этой дебильной переозвучки. Ютуб согласился не этот ролик, который я успел заскринить, а, кажется, предыдущий, удалить. Вот, этот ролик сейчас он недоступен, потому что автор канала, получив страйк, написал мне, что, как бы, Андрей, извини, я вот, как бы, тебе, на тебе везде ссылку давал, как бы, тебя упоминал, как бы, вот, что-то мы недопоняли, как бы, отзови свой страйк. Я говорю, чувак, ты даже сейчас в письме ко мне обращаешь, да, там, какой-то, не знаю, ну, Петя Иванов, допустим, да, вот, врёшь, обманываешь меня, да, я вот проверяю за тобой, за твоими словами, то есть, ты даже мог бы, прежде чем мне написать, взять и отредактировать описание к роликам, вставив там ссылку, например, на мой канал. Ну, что было бы вообще честно и справедливо, потому что, чувак, ты не приложил ни грамма усилий к тому, чтобы снять это видео, как бы, сделать этот контент. Ты его просто скачал с моего канала и залил к себе, ну, там, не знаю, пересказав, переозвучив, так вообще, мне кажется, сделать можно, ну, блин, ну, как два пальца об асфальт, да, сделать там, по 100 роликов можно в день таких выпускать. Вот. Он даже не отредактировал, ничего не вставил, то есть, я говорю, вот, даже сейчас нету, он пишет, окей, ссылок нету, но я упоминал тебя в одном из роликов, в первом ролике, поговорил, подпишитесь на канал, какой, какого-то Андрея Трофимова, да, там, вот. Блин, честно, я не знаю, как поступить. Люди просто пишут и говорят, Андрей, можно мы используем, как бы, твое видео, я никому не отказываю, ни с кого ни разу не взял денег. Ни с федеральщиков, когда это были, там, сенсационные, не знаю, кадры с коптера, разбившегося Су-27 под Москвой, вот, эксклюзивные, да, никогда это просто каких-то рядовых мелочей или просто каких-то красивых кадров, ну, всем говорю, пожалуйста, берите. Единственное условие – это указать авторство, потому что я, как человек, который, ну, можно сказать, даже творческий какой-то, мне интересно, чтобы мое творчество, моя работа была подписана, вот и все. Это элементарно. И вот чувак просто пишет, как бы, извинюсь, значит, что-то вот удалю, вот он удалил, вскрыл, точнее, эти один ролик, один из трех роликов Ютуб, значит, удалил, а два других он сам. И вот он просит сейчас, пишет мне, Андрей, что вопрос в деньгах, давай решим, урегулируем, ну, то есть, человек, боюсь, что, на самом деле, я ему все объяснил уже, как бы, в своем первом письме, в своем первом ответе на его вопрос, но чувствую, что он просто не понимает этого, то есть, человек не привык, что ли, я не знаю, работать, может быть, не создавал ничего уникального, у него никогда ничего не воровали, и он не знает, насколько это не то, что неприятно, это просто, пусть будет неприятно, ладно, потому что, на самом деле, с плагиатом я сталкиваюсь, не знаю, 10 лет, то есть, стараешься куда-то прийти первым, снять что-то, опубликовать, написать, переосмыслить, достать, тратишь на это огромное количество сил, времени, иногда и средств, рискуешь какими-то вещами, вот, а потом кто-то в один момент, в одну секунду просто берет у тебя что-то и, как бы, выдает за свое, и это, блин, конечно, это неправильно, это даже, я с этим борюсь именно из-за того, чтобы не обесценивался, вот, свой собственный труд или труд таких людей, как я, вот, и все, вот, и здесь мне нужен ваш совет, как поступить, просто отозвать страйк, как бы, я думаю, что это не было бы слишком, ну, человек не вынесет никакого урока, то есть, и его, так скажем, ситуация, она не будет никому наукой, вот, попросить его записать какой-то ролик с объяснениями, не знаю, вряд ли, чувак, мне кажется, даже, может, не умеет даже ничего снимать, ничего делать, если он только тупо копирует у кого-то, значит, скачивает и озвучивает, да, блин, наверное, это непосильная задача, вот, конечно, в идеале это просто, вот, ну, не знаю, мне записать какой-то кусок видео, где я лайтово что-то объясню, и он залет себе на канал со своими какими-то комментариями, блин, я бы даже это назвал бы не разбором ситуации, я бы даже это просто назвал бы каким-то ликбезом, как бы, или объяснением того, почему вообще нужно отмечать обязательно авторов контента, вот, особенно если он, как бы, не, знаете, бывает, бывает человек, вот, что-то случайно как-то произошло, и вот легко и просто кому-то досталось, он этим поделился, и нет проблем, бывает, что ты реально идешь, не знаю, носишь постоянно с собой круглые сутки эту, там, камеру, эти коптеры, вот, не знаю, ездишь, вот, не знаю, чуть ли не патрулируешь город, да, там, там, сидит человек, там, на ментовской волне, вот, что-то тебе выискивает, ты это все делаешь, публикуешь, как бы, стараешься, значит, посвящаешь этому все свое время свободное, а кто-то это просто, блин, тырит, и это очень, и, и потом просто будет сложно, знаете, к чему это вообще все может привести в итоге, как мне кажется, это может привести к тому, что не будет таких блогеров, например, как я, которые делают уникальный контент, почему? Ну, по крайней мере, в том формате, в каком я его делаю, да, в таком новостном, репортерском, точнее, в репортерском, да, потому что людям будет невыгодно, неинтересно тратить свое время, силы на то, чтобы реально ездить, снимать репортажи, потому что, вот, потому что любой дурак сразу же возьмет у тебя, вот, как у меня сейчас, например, ВКонтакте, я делаю, ну, у меня группа, в которую люди скидывают тоже новости, я тоже их там публикую, освещаю, и, как бы, свои какие-то делаю дополнения, мы как-то меняем, влияем, появляется куча групп паразитов, которые называются так же, как, ну, например, у меня нету группы, у меня страница ВКонтакте, они создают группу альтернативной газеты Андрея Трофимова, и сразу же вот сидят, прям, мониторят мою страницу, и только у меня что-то появляется, они к себе это кидают, к себе, к себе, к себе, значит, и все, и получается, как бы, у них зеркало, то есть, на них жалуешься, они раньше не подписывали, теперь они подписывают, но смысл все равно не меняется, люди потребляют контент не только у меня, но и у них, и они имеют возможность его монетизировать, за это, за этот, из-за этого монетизировать это все, да, публиковать у себя рекламу, соответственно, я у себя, значит, у меня меньше охват, меньше аудитория, по крайней мере, она потенциально меньше, да, гипотетически, вот, и, соответственно, меньше возможности, как бы, компенсировать себе затрат на этот контент, там, или какой-то заработок себе, причем, я, не знаю, вынужден нести все, отвечать по суду, все судебные издержки, да, ходить в суды, платить каким-то людям, которые с чем-то не согласны, я вынужден регистрировать, как бы, коптеры, их, как бы, покупать, платить налоги, как самый занятый гражданин, с каждой, не знаю, рекламы, с каждого репоста, вот, вносить все это в приложение, вот, а чуваки просто ничего, ну, блин, ничего этого не делают, просто воруя, как бы, живут, и неплохо, как бы, существует, и рано или поздно, если это превратится, как бы, в такой дикий тренд, это просто обесценит, не знаю, сделает точнее, не обесценит, это сделает неинтересным, как бы, моё, например, участие таких людей, как я, в этой работе, то есть я буду вынужден искать себе другое занятие для того, чтобы кормить себе семью, вот и всё. Очень надеюсь на ваши, какие-то, не знаю, советы в комментариях, что мне предложить этому парню, вот, и вообще, как поступать в таких случаях дальше, потому что на других площадках я сталкивался с такими вещами, да, там, где-то это невозможно, как-то решить, да, с плагиатом вопрос, где-то это решается очень легко, вот, на ютубе, вот, я на три видео пожаловался, они одно удалили, на два отказались, попросили объяснить, я объяснил всё вот то же самое, что рассказал, они сказали, нет, мы всё равно считаем, что, как бы, удалять видео вот те, там, два, которые аналогичные, просто все одинаковые, просто слитые, взят с моего канала, как бы, они не будут, вот. И в довесы просто расскажу интересную одну историю. Не знаю, многие из вас знают такого журналиста, как Сергей Канев, он раньше работал в «Новой газете», он такой очень мощный инсайдер, значит, расследователь, вот, я с ним познакомился именно через, через вот историю с плагиатом, когда в «Новой газете» в его статье вышла фотография, моя, которую я опубликовал у себя в печатной газете, я ещё делал печатную газету, альтернативную газету, это был год, не знаю, может быть, 2011, 2012, 2013, что-то типа того, вот, я пожаловался его главному редактору в «Новую газету», спросил, какого хрена вообще, блин, берёте чужие фотографии без указания авторства? Вот, ну, сначала я, конечно, не главному редактору обратил, сначала я написал комментарий под этой статьёй, что, дескать, типа, ребята, нехорошо присваивать чужие фотографии, как бы, да, и не подписывать их. Вот, меня вежливо послали, по-моему, даже сам Сергей, вот, написал, что, типа, чувак, иди в задницу, мне там твой какой-то там работодатель, или какой-то знакомый, или какой-то просто чувак, бывший глава города, Сергей Персианов, эту фотку дал, как бы, разрешил её использовать. А я говорю, постойте, блин, ребята, во-первых, мне этот человек не работодатель, не он автор фотографии, как бы, блин, хрен с ним, что он бывший глава города, короче, либо подписывайте, либо удаляйте, вот, и всё, как бы он сказал, иди в жопу, вот, что-то типа того. И вот я тогда пожаловался Дмитрию Муратову, значит, редактору «Новой газеты», после чего мне Сергей позвонил у Канев и спросил, типа, чувак, в чём проблема? Я ему объяснил всё, он говорит, блин, всё, базара нет, понял, что был, как бы, ведён в заблуждение, был неправ, как бы, и после этого мы стали сотрудничать. В каком смысле? Когда у меня появлялась какая-то, то есть, когда на нашей территории что-то случается, и он мне пишет с вопросами, я ему, пожалуйста, так же, вот, предоставляю информацию, фотографии, когда вот у нас киллеров из Чечни, бывших милиционеров, значит, задержали, я случайно был этому свидетель, всё заснял, как бы, и пистолеты, и их задержание, и права водительские, как бы, и звания, там, и всё такое, вот. Вот, а он мне помогал в ответ какие-то вещи про наших, например, ФСБшников рассказывал. Вот, то есть, это пример полезного сотрудничества, полезного, значит, появления полезного знакомства, вот, через вот такой опыт. Я не исключаю, что я, например, если вдруг так окажется, что автор канала аудио-статьи будет, не знаю, адекватным молодым человеком, и предложит реально не какую-то чушь в виде денег, мне деньги, честно, от него, как бы, вот, из-за того, что произошло, да, из-за введения людей в заблуждение, они мне не нужны. Мне нужно, чтобы люди по-прежнему, как бы, относились с доверием к тому, что я делаю, вот, потому что это очень важно, потому что даже обсирая, как он считает, знаете, абсолютно ненужную ему, значит, личность какую-то, да, там, пусть того же депутата Госдумы, который помог нам в той истории и в нескольких других, он думает, что это всё ерунда, а мы, вот я у себя здесь, я по крупицам, по каким-то маленьким толикам собираю вот то доверие от разных людей, от аудитории, от депутатов, от чиновников, от власти мучих, чтобы что-то двигать, что-то продвигать, что-то менять, потому что можно всегда зайти в такую, значит, степень работы своей, да, когда к тебе просто, просто на тебя, не знаю, были такие моменты, когда тебя просто игнорируют, когда ты говоришь, ребята, вот тут вот жопа, давайте исправим вместе, будет, как бы, хорошо и людям, как бы, и вам, будет меньше на вас люди агриться, да, и мне, потому что я помог что-то изменить к лучшему, и были такие моменты, когда люди ни в какую не хотели ничего делать и наплевать вообще на то, что куча недовольных, наплевать на все минусы и издержки этой ситуации, вот, и в то же время, вот, что сейчас я имею, да, к чему мы сейчас пришли, когда власти выгоднее решить, как бы, откликнуться на какую-то проблему, потому что то, что я на ютуб выношу, это лишь небольшая часть из тех вопросов, которые мы пытаемся решать, как бы, с помощью, вот, моего проекта «Альтернативная газета», да, на сайте, на, в социальных сетях, да, практически в ежедневном режиме происходит, там, такая вот штука, как, например, там, человек, как в Добродел пишет, вот там яма, или вот там колодец, или вот там что-то там разрыто, рухнуло, или это, и через какое-то время, либо администрация, либо, там, руководители администрации, либо депутаты звонят, пишут, отчитываются, показывают, присылают фотки, что вот, мол, изменилось, вот, мол, хорошо, и я им тоже скажу спасибо, и вне зависимости от того, друг мой, это Андрей Мордасов, да, депутат, либо это единоросс какой-то, там, Тимофей Лагутин, которым я, в принципе, тоже отношусь нормально, потому что, ну, блин, мы выросли все вот в этом городе, в этом микрорайоне, как бы, и у нас это все чувствуется немного не так, то есть нам здесь не, то есть мы здесь связаны каким-то общением, каким-то, не знаю, отношениями такими, ну, не знаю, человеческими, да, вот, в отличие от людей, которые более масштабно, более глобально о каких-то вещах, там, рассуждают, и, там, всех подряд проклинают, вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok